Булки, кексы, булки, бафли, булки, кексы, бафли! Или танцуем обязательно! Перерывчик делаем! И пошли! Этот русский народный праздник с большими гуляниями отмечают у нас в стране везде. Спортивные центры отдыха не исключение. Правда, здесь Масленица хоть и символизирует финишную прямую зимних морозов, однако ни в коем случае не завершает сезон активного отдыха. Люди гуляют, и комета, конечно же, всегда хочет, чтобы у наших гостей это был праздник. Поэтому мы организовали вот это гуляние, и чай, и блины. Блины, веселье и, конечно же, сжигание чучела. Все по канону. Отличие от обычных маслениц здесь только в том, что после танцев и поедания вкусностей люди сразу бегут на горки, где приобщаются к спортивному образу жизни. Расставаться со своим сноубордом или даже с ледянкой не хочет никто. Конец зимы уже зачем кататься? Уже пора заканчивать, нет? Нет. Кататься хочется всегда. Праздник привел. Активный отдых. И активный отдых. Мы уже и на лыбках покатались, и на коньках покатались, и на тюбинках покатались. Ну и активный отдых, и праздник, все вместе. Главное, чтобы детям было хорошо. Окончание зимы здесь практически ни на что не влияет. В центре отдыха с искусственным снегом активное времяпрепровождение может продолжаться больше, чем обычно. Даже с наступлением плюсовых температур покататься на тех же лыжах или сноуборде можно будет еще почти целый месяц. Русский праздник – это прощание с зимой. Но комета не прощается с зимой. У нас столько снега. Мы приглашаем кататься, потому что мы заканчивать будем где-то числа 20 марта. Как отметили специалисты центра, недавний снегопад, несомненно, стал подарком для подобных баз отдыха. И, возможно, в марте он сможет помочь еще не раз. Однако плюсовых температур избежать уже не удастся. А потому, если вы все еще не насытились скоростными спусками с гор или детскими зимними забавами, то это ваш последний шанс восполнить недостаток. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом.